Китайская мудрость гласит, и высокая гора не заслонит солнце. Звучит красиво, а аудорная мудрость гласит, лучи солнца согревают сердце, но лишь защита от них сохранит кожу молодой и здоровой. Но как правильно от него защититься? Чем отличаются показатели СПФ? Как одеться в поход и как заставить солнце работать себе на пользу? Не торопитесь перемотать видео к кульминации. Погружение в эту тему требует немного терпения, зато будет красивым и очень полезным. Загар – это тоже красиво. К тому же на солнце вырабатывается витамин D, улучшаются обменные процессы и вообще повышается настроение. Но у воздействия ультрафиолета есть и темная сторона, о которой многие не задумываются всерьез. Обгореть можно не только на берегу моря или на даче. В горах интенсивность ультрафиолетового излучения только усиливается из-за разреженного воздуха и света, отражаемого от снега и льда. И получить ожог там можно даже в пасмурную погоду. Но при чем тут Китай? Да и Япония тоже. А при том, что эти ребята знают толк в защите от ультрафиолета и подходят к этому со всей серьезностью. Вот зонтик, например. Их незаменимый атрибут при выходе на улицу. Но это далеко не единственный пункт в списке. Давайте по порядку. Начнем с самого очевидного – крема от солнца. Девушка, а ты скажите, крема от солнца? Казалось бы, что нового тут можно рассказать? Все просто. Пришли в магазин, купили крем с СПФ, то есть Sun Protection Factor, или коэффициентом защиты от солнца. Нанесли на кожу – профит. Правда, многие, кого потом приходится сметаной мазать, часто любят говорить. Я не сгораю, мне ваш крем с СПФ не нужен. Ха, еще как нужен. Ведь старая аудорная мудрость гласит, лучше один раз нанести СПФ, чем много раз наносить пантенол. А выбрать нужный показатель СПФ можно так. 15 – подходит для регулярного использования, 30 – для длительного пребывания на открытом воздухе. А СПФ 50 рекомендует людям со светлой и чувствительной кожей. Или когда нужно долго находиться в местах, где ультрафиолетовое излучение особенно сильное. Например, в высокогорье или тропиках. На мне сейчас СПФ именно 50. Мы тут с 8 утра снимаем. Кстати, пора обновить уже. А вот рассчитать эффективность СПФ проще так. Умножаем коэффициент, то есть вот это число, на время, которого достаточно вашей кожи, чтобы сгореть. Ну, приблизительно же вы знаете. Например, если обычно вы обгораете за 10 минут на ярком солнце, то с кремом с СПФ 15 на это уйдет 150 минут. То есть 15 раз дольше. Тут главное учесть, что эффективность крема растет непропорционально увеличению коэффициента СПФ. И крем с фактором защиты 50 тоже нужно обновлять, а не забывать про него на 5 часов. И учтите, что любой крем, даже водостойкий, легко стирается полотенцем. Поэтому его обязательно нужно наносить повторно. Для чувствительной и проблемной кожи лица используйте аптечные варианты СПФ кремов именно для лица. Их можно наносить даже под косметику. Самое главное, не ленитесь тщательно смывать их в конце дня. Как бы не хотелось, просто завалиться спать в палатку. И кстати, не забывайте про губы. Они тоже с радостью обгорят под палящим солнцем. Используйте бальзамы и помады с СПФ. После долгого нахождения на солнце за кожей тоже лучше поухаживать. Используйте крем после загара. А если вы все-таки сгорели, то, к сожалению, нельзя ускорить восстановление и регенерацию. Но можно немного облегчить себе страдания. Используйте увлажняющие средства. Желательно на водной основе. Идеально алоэ вера. Пейте побольше жидкости и защитите кожу от дальнейшего воздействия солнца. С СПФ разобрались. Если хотите узнать больше на эту тему, как всегда, подробнейшая статья в описании к ролику. А теперь перейдем к одежде с ЮПФ. Ведь старая аудорная мудрость гласит, лучше защитить кожу, чем лечить ожоги. ЮПФ – фактор защиты от ультрафиолетовых лучей посредством определенных тканей. При выборе обращайте внимание на индекс ЮПФ. Он часто печатается на ярлыках. Чем он выше, тем ниже риск получить солнечные ожоги через ткань. Высокую степень защиты от солнца обеспечивает одежда с рейтингом 30 и выше. И, кстати, на степень ЮПФ-фактора влияют и толщина тканей, и ее материал. Полиэстеровые волокна – самый сильный абсорбент ультрафиолетовых лучей с лучшей защитой. Но существует заблуждение, что от цвета ткани зависит степень защиты от ультрафиолета. Но эксперименты доказали обратное. Кстати, вы знали, что в Китае сейчас тренд на ношение купальных балаклав вместе с купальными костюмами для защиты от солнца? Выглядит это вот так. Специфично, но работает. Ну а мы не будем ударяться головой в крайности, а рассмотрим разные эффектные, а главное эффективные головные уборы. Ведь аудорная мудрость гласит, луч солнца не сжигает тот лоб, который укрывает большая панама. Кепки, панамы, шляпы нередко также имеют ЮПФ-индекс. И не только предохраняют голову от перегрева и солнечного удара, но и обеспечивают тень, которая защищает кожу лица, шеи, ушей и губ. Шляпы, кстати, очень недооцененная вещь. Широкие поля это отличный бонус, я считаю. А еще некоторые модели оснащены специальной пулиской для защиты шеи. Про это очень многие забывают. Поэтому, если вы выбираете кепку без такой фишки, намажьте шею кремом или наденьте на нее бандану. Но не все же нам защищаться от солнца в самом деле. Оно может стать буквально спонсором ваших красивых фотографий в походе. Как? Да с помощью солнечной панели. Если у вас разрядился телефон или камера, а вокруг неописуемая красота, очень обидно будет пропустить такие кадры. С помощью такой панели ваши электронные устройства всегда будут в строю. Вот это, например, может заряжаться даже в пасмурный день в неполностью разложенном состоянии и имеет карабины для крепления к рюкзаку. Вы идете, а панель заряжается. Очень рекомендую присмотреться к таким девайсам. Кстати, аудорная мудрость гласит, взгляд, защищенный от солнца, видит дальше. Не стоит забывать про солнечные очки. Про их разновидности и категории защиты много рассказывать не буду. Как всегда, подробная статья по ссылке в описании. Но грубо, категории защиты 4. И чем выше вы планируете отправиться, тем большая цифра вам нужна. На Эльбрусе, например, все еще хватает и тройки. А вот выше, без очков с индексом 4, уже не обойтись. Есть риск получить ожог сетчатки и даже временно ослепнуть. Плюс существуют фотохромные модели с переменной степенью защиты. Например, от единицы до трех, как у этих, или от двух до четырех. Их степень затемнения меняется в зависимости от интенсивности света. Во многих случаях это очень удобно. И еще, очки, купленные в переходе, могут очень стильно выглядеть, но не защитят глаза от солнца, а скорее наоборот навредят. Приобретайте очки только в специализированных магазинах. У нас в спортмарафоне огромный выбор классной спортивной оптики. Фух, ну и жара сегодня. У меня аж вода в бутылке вскипела. Сейчас бы лимонада со льдом. Ого! Лакшери сервис! А если вы не собираетесь ни в какой поход, а хотите просто почилить на пляже, в кемпинге или на природе, как вы, мы правда работаем, то вот несколько аксессуаров, которые добавят желанной прохлады. Во-первых, изотермический контейнер. Ну, сумка-холодильник. Сохранит ваши напитки прохладными на протяжении 27 часов. В дополнение к ним рекомендуем приобретать аккумуляторы холода. Стоит немного, а эффективности этому холодильнику добавят. Во-вторых, внезапно... Пермос! Очевидно, но почти никто не думает, что он сохраняет не только тепло, но и холод. В нем вы донесете лед для освежающих коктейлей до места отдыха в целости и сохранности. Вот этот, например, не только сохраняет холод 24 часа, но еще и подходит для газированных напитков. Тут специальная крышка-пробка с системой сброса давления. От встряхивания термос не откроется, как шампанское. Ну и, конечно, бутылка с двойными стенками, работающая по принципу термоса. Некоторое время будет сохранять температуру напитка внутри. Это ли несчастье в такую жару? Ну, а мы на сегодня уже получили достаточную дозу витамина D. Желаем вам самого комфортного лета в горах и в городе. И помните, защита от солнца – ключ к долгой жизни, здоровью и красоте.